Программа поддержки медиков, переехавших работать в сельскую местность, «Земский доктор», стартовала в 2012 году. Тогда в ней могли участвовать молодые врачи и фельдшеры в возрасте до 35 лет. С течением времени программа расширяла свои возможности, и сейчас возрастного ценза для участников не существует. Необходимо лишь медицинское образование и желание работать на селе. Участники могут стать медработниками, либо высшее, либо среднее медицинское образование, соответственно, на уровне фельдшера, чтобы человек ранее не работал в сельской местности и не получал соответственно выплаты по этой программе. Нужно будет работать не менее 5 лет на территории Одинцовской областной больницы. После этого, соответственно, вся сумма, которая вам была передана авансом, она, соответственно, остается уже у вас, не нужно ничего возвращать. Участники программы есть и в Одинцовском округе. Только в 2020 году в программе приняли участие 11 медиков, В том числе кардиолог, невролог, стоматолог, врач общей практики, четыре врача-педиатра и три участковых терапевта. Один из них – врач Перхушковской поликлиники Алексей Викторович Назимов. Очередь в кабинет этого участкового терапевта есть всегда. К каждому пациенту врач подходит индивидуально, поэтому и после официального окончания приема он продолжает принимать больных. Если людей надо лечить, кто их будет лечить. Если они сегодня пришли, сегодня хотят получить медицинскую помощь, и эта медицинская помощь необходима, то мы же не можем встать и уйти и оставить необслуженное монастырение. Конечно, приходится работать. Елена Николаевна из малых везем пришла к доктору на повторный прием. Сейчас на больничном. Она воспитатель в детском доме. Работа ответственная, поэтому здоровье должно быть крепким. К поликлиническому отделению Одинцовской областной больницы в селе Перхушково женщина прикреплена уже лет семь. Признается, что довольна многими врачами-специалистами, но больше всего отмечает профессионализм и внимательность Алексея Викторовича. Как врач замечательный, оцепчивый, чуткий, внимательный, всегда выслушает, поможет, назначит лечение. Алексей Назимов работает в Перхушковской поликлинике с середины сентября 2020 года. Он приехал из Ярославля, в окрестностях которого прожил всю жизнь. Там получил образование, окончил Ярославский государственный мединститут, последние три года до переезда работал в центральной районной больнице, а потом решил круто изменить свою жизнь и переехал в Подмосковье. У нас родился поздний третий ребенок. Поздняя жена родила в 45 лет. И рождение таких поздних детей, вернее, изменяет жизненные стереотипы. И поэтому у нас появились новые силы, новые желания, настроя детей. И поэтому мы решили попробовать пожить в другом месте, посмотреть, как это. И полностью поменяли свой жизненный настрой. Принять решение о переезде помогла и программа «Земский доктор». Выделенные деньги пока не потратили, но основная задача – приобретение жилья. Сейчас Назимовы его снимают. В медицине Алексей Викторович более 25 лет. В поликлинике он ведет прием, затем выезжает на вызовы, оказывает неотложную помощь. И работа участковым терапевтом ему нравится. Я с удовольствием работаю на этой рядовой должности. У меня получается. Я так понимаю, моя работа дает определенные результаты, потому что люди достаточно часто говорят спасибо, доктор. Люди рождаются такими, с таким настроем, что они выбирают ту или иную профессию. Вот я никогда бы не стал педагогом. Вот это не мое. А вот врачевание – это мое. Желание, тяга. И когда это получается, ты понимаешь, что ты выбрал правильную профессию. Мадонне 30. Уже 5 лет она живет в Ново-Ивановском. Как только в местной амбулатории появилась новый врач-терапевт Галина Юрьевна Калашникова-Иванова, девушка стала ее постоянной пациенткой. После операции у Мадонны возникли определенные осложнения, поэтому она наблюдается у врача. Галина Юрьевна очень хорошая врач. Она очень внимательная, душевная. То есть ко всем она относится хорошо. И как человек, и как врач. Отлично. Галина Юрьевна окончила Луганский государственный медицинский университет. Работала в амбулатории в Дебальцеве. Была заведующей инфекционным отделением, терапевтом на приеме и педиатром. Несколько лет назад перебралась в Россию. Сначала в Подмосковный и Воскресенск. Там работала в местной больнице. А в январе 2020 года пришла на работу во врачебную амбулаторию Немчиновская. Пришла работать в поселок Ново-Ивановское. Замечательный поселочек. Очень мне понравился. Вот. Замечательная команда. Очень встретили хорошо. Вот. Мария Михайловна, начальник отдела кадров, со мной мило поговорила. Вот. Просто доктор зашел устраиваться на работу. И просто начальник ему уделил сразу время. Мне это очень польстило. И я поняла, что тут ценят докторов. И что стоит здесь работать. Сначала была простым врачом-терапевтом. Полгода спустя стала заведующей амбулаторией. Теперь в ее ведении амбулатория Немчиновская, Ромашковская и Заречье. А также два детских отделения. В Ново-Ивановском и Заречье. Всего более 13,5 тысяч прикрепленного населения. Однако и прием пациентов Галина Юрьевна не бросает. А также ходит по вызовам. Посещает больных на дому. Всего в день бывает до 50-60 пациентов. Она труженик. Скажем так. То есть много она здесь перелопатила. Сама, как врач-участковый терапевт, она обслуживает большое количество населения. Все к ней идут и с вопросами, и с болезнями, и со всеми делами. И мы ей надоедаем каждый день на телефоне с утра до вечера. Дополнительный стимул для эффективной работы – финансовая поддержка от государства. Галина Юрьевна стала участником программы «Земский доктор» в 2020 году и недавно получила 1 миллион рублей. В планах – участие в еще одной бонусной программе для медработников – социальная ипотека. Все деньги собирается вложить в жилье, чтобы окончательно обустроиться в Ново-Ивановском и продолжать спокойно работать. Кстати, в местной амбулатории она не единственная, кто получил помощь по программе «Земский доктор». Еще один врач-терапевт Игорь Викторович Григорщук перебрался сюда около трех лет назад из Соктывкара, где работал в крупной поликлинике. Здесь действительно как «Земский доктор». Все друг друга уже, можно сказать, знают. Пациенты приходят уже как к родному. Ну, кто-то. Кто-то, может быть, и нет. С коллегами взаимоотношения, считаю, нормальные. Деловые, где-то дружеские. Так что все хорошо. Сегодня во врачебной амбулатории Немчиновская проводится функциональная диагностика и ЭКГ. Имеется клиническая лаборатория и кабинет физиотерапии, царит в котором старейший сотрудник медучреждения Капиталина Львовна. Она трудится здесь уже более 40 лет. В амбулатории работают три врача-терапевта – хирург, окулист, невролог, гинеколог. Есть отделение стоматологии и детское отделение с медсестрой и двумя педиатрами. Один из которых планирует стать участником программы «Земский доктор» в этом году. И сотрудники отмечают, что у них работает настоящая слаженная команда специалистов. В общем, просто вот как родные. К ним обращаешься, они всегда найдут минутку, всегда найдут. Даже вот если они совсем заняты, совсем-совсем, они выделят тебе это. Это очень важно. Вот поэтому, ну, просто вот даже и не по программе придешь работать. Ну, а по программе это такой плюс. Вот, такой бонус. Участником программы может стать медицинский работник практически любой специализации. Но в первую очередь в Одинцовской областной больнице сегодня востребованы фельдшеры, врачи общей практики, участковые терапевты и педиатры. Этим медикам будут особенно рады. Несмотря на то, что год еще не завершен, заявок на участие в программе «Земский доктор» уже немало. Заявки уже есть. У нас три заявки уже от врачей и пять от фельдшеров, соответственно. Но у нас идет компания до конца года, до конца ноября можно подавать заявки. Поэтому все, кто желает работать в сельском месте в Одинцовской областной больнице, мы срочем, естественно, примем. Кстати, помимо программы «Земский доктор» для медиков в Подмосковье, также предусмотрены и другие социальные бонусы. Среди них программа по обеспечению врачей жильем, социальная ипотека, а также губернаторская доплата для врачей общей практики, участковых педиатров и терапевтов.